Старинный величественный храм, дата постройки 1812 год. За два столетия он пережил время безбожие. Трагический пожар в феврале 43-го, когда немцы сожгли здесь свыше тысячи венгров, своих союзников, чтобы не тратить ресурсы на раненых. Но святыня выстояла, как и вера суджанцев. По традиции верующие прошли вокруг храма крестным ходом. И вот долгожданная весть. «Христос воскрес!» Словам отца Евгения вторит хор прихожан. Многие обратили свои молитвы к списку Пряжевской иконы Божьей Матери. Сам чудотворный лик находится в Гарнальском монастыре на границе с Украиной. Исторически образ стал святыней двух народов. До 2014 года его ежегодно крестным ходом переносили из суджанского района в село Мирополье Сумской области. Мы на границе. У нас здесь особый удел. Мы ходили крестным ходом много лет. Нас с любовью встречали на Украине, с любовью провожали. Это были трогательные моменты, до слез. И вера у нас одна, и святыня одна. В каждую хату в Мирополе, в Краснополе зайти, в каждой хате будет висеть в углу икона Пряжевской Божьей Матери, которая у нас, наша икона. Мы ее почитаем. В святую ночь прихожане просили свою заступницу о мире. Помолиться Богу за своих детей, за внуков, за правнуков, и за весь мир, чтобы мир был во всем мире, чтобы не было этого, что сейчас такая сложная обстановка, чтобы наши воины были живы и здоровы, защищали наше Отечество, нашу церковь православную. Чтобы были здоровы, чтобы детки были здоровы, чтобы войны не было, мир был. В записках о здравии имена воинов. Русские, кавказские, башкирские, татарские. Священник зачитывает все. Потому что мы чувствуем, как ни странно, чувствуем единение. И вот это единение, оно с плачем, с горечью, со слезами. Но в то же время, радость у нас у всех о воскрешенном Христе. Он же победил смерть. Еще один знаковый момент пасхального богослужения – звон колоколов. Благовест раздался на всю округу. По православной традиции, в течение всей Светлой Седмицы, любой желающий может забраться на колокольню и позвонить во всеуслышание о том, что Христос воскрес. Ну а в Курске обычные горожане испекли пасхальные куличи для военных. Ритуальную еду осветили в часовне во имя Александра Невского химбригады и передали участникам спецоперации. Юлия Матвеева, Антон Латышев. События дня.